Перед игрой у нас были кадровые проблемы, по разным причинам. 6 человек у нас отсутствовало, трое не могли играть из-за дисфорификации, трое по болезням. И по сравнению с той игрой у нас 6 человек играло сегодня новых. Мы сегодня отказались от своей игры, выставили 3 центральных, ну в целом 5 защитников. В такой футбол мы ни разу не играли, играли в принципе с листа, и даже тренировать не было некогда. Надо отдать должное ребятам, в принципе эта схема работала, и вплоть до второго гола была... Если первый стартовый отрезок мы проиграли, то потом игру выровняли, в принципе была равная игра. Да, какого-то может быть там у нас контроля не было, но в принципе была надежность. Только у нас Айдов стал выпадать по причине травм, и сразу в этом же месте пропустили мы... В этой же зоне пропустили атаку, и пропустили второй гол. Ну и когда пенальти, в принципе, результат матча был предрешен. Поздравляю с Газовик, с заслуженной победой, хорошая команда. Я думаю, они, конечно, претенденты номер один на выход премьер-либо. Спасибо. Вопросы? Вы сказали, в общем, перед матчем было понятно, что будут некоторые зрения в составе. Можно ли сказать, что Арсенал сейчас не хватает скамейки для того, чтобы бороться за премьер-либо? Я бы не сказал, что у нас скамейки не хватает. Просто мое мнение, что по некоторым позициям мы проигрываем конкурентам. Зимой будете? Ну, для этого надо, чтобы у нас, во-первых, трансферное окно открылось. Если откроется, то, конечно, желание есть усилить. Ну, здесь надо сказать, что было все-таки у нас с 15 июня меня назначили, и по 11 июля старт чемпионата много изменений у нас произошло, по сравнению с весенней части, по разным причинам. И в связи с этим, конечно, стабильности нам не хватало. И тяжело играть с тем же газовиком, с Томском, у которых несколько лет уже стабильный состав. Селекцию планомерно они готовят и планомерно идут к своей цели.